Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом! Итак, глава Беаладха, недельная глава книга Бемедбар «Пустыня». Мы в пустыне с вами. Вообще, Тора – это инструкция, как жить. Человеку дана уникальная инструкция от Бога, как пройти правильно жизнь. Особенно в пустыне. Мы ведь находимся в пустыне. То есть сейчас нам точно рассказывают, как быть в пустыне. Надо внимательно вчитываться в недельные главы, чтобы понять, как выжить, что надо делать. И не делать из себя того, кто сам все знает и так далее. Нет, мудрость, она в Торе намного от Бога, она намного выше, чем человеческая. Написано много замыслов в сердце человека, а сбудется предопределенное Всевышним, только а не нами. Смотрите, что нам специально описывается в книге Бемедбары, в нашей недельной главе Беаладха. Беспорименно, что? Скачки настроения у народа, дух раздора, неверия, бунты. Да, это все возникает в пустыне. Нам это пишут, написано, что будут все время проблемы. Нам описывается структура, мир испытаний. Наш мир такой, как нашим отцам в пустыне, так и нам придется сталкиваться с этим в жизни. Написано это в Торе. И необходимо быть готовым к преодолению сложности, невзгод. И другого выхода нет, потому что испытания вмонтированы в нашу жизнь. А что такое испытание? Мудрецы говорили, что человек, твердо знающий, понимающий цель испытания и вообще предназначение жизни, он легче пройдет. Если он понимает, что испытание не избежать, что оно сделано так, что мы пришли в этот мир для того, чтобы пройти эти испытания. Он иначе к этому относится. А вот настоящим испытанием является затмение радуусом. Когда человек не понимает, ничего не может объяснить, он не верит ни во что, почему что-то происходит. Ясность мысли отсутствует, все непонятно, все страшно, все больно. Если человек наоборот в это время будет держаться за веру, понимать, что Бог лучше знает. Да, мы не понимаем, у нас нет даже основы понимания, но он понимает. Я не знаю, не понимаю, но я верю ему. И вот тогда написано, он проходит испытание. Какая еще геносистема нам написана? Можно идти другим путем. А мы помним, как мы даром ели в Египте аргузы и так далее. Тоже есть люди, которые это сказали. На глазах людей произошло спасение от жестокого рабства. Исход, чудеса какие-то. Вообще, что-то невероятное. Кто бы накормил нас даром мясом и рыбой, говорят люди. В Египте мы получали даром. За что они получали даром? Это смешно, они были в рабстве, им детей хватали, замуровывали в стенку. Какая? Что за дикая ностальгия? Комментаторы объясняли слово даром тем, что еще недавно евреи, которым даже солома для кирпича не давали даром, говорят о рабстве. Понимаете, как ни странно, даром это о рабстве. Еще недавно работали раб, за него все решает над смотрищик с плиткой. Распорядок жизни диктует директивы, инструкции, встал, пошел туда, в пустыне свободов. Тут надо думать. Тут нужна духовная ответственность, самодисциплина. Она очень сложная оказалась для людей. Свободный человек добровольно выполняет на себя заповеди и так далее. А человеку хочется, чтобы он стояли и заставляли, иначе это что-то не то. И люди испугались, затасковали по спокойной, привычной рабской жизни. И хотя рабство очень тяжелое, но привычное, спокойное. Нету стрессов, нету резких переворотов. Есть еще одно интересное толкование. Написано привычный нам перевод, народ стал роптать. На самом деле переводит, а народ был подобен ропщущим. Он не то, чтобы слух высказывал какие-то. Нет, он был все время недоволен, все время плакал, все время ворчал. И когда люди собирались вместе, только вот сразу появился повод поностальгировать, поплакать по всему. И обратите внимание, Бог никогда не гневался на народ, когда не хватало хлеба или воды в ситуации. Все ничего, все Бог понимал прекрасно и понимал, что это люди. А вот когда, как бы сказать, повода-то особого не было, когда люди просто хотели вот такого вот, как вот вчера, или вот как вот тут, или как у Васи, или еще что-то. То есть хлеб был и вода была. И вот это слово, ми-то-не-ни написано, можно перевести, как Ромбан сказал, как плач по поводу обязательно ожидающей нашей смерти. То есть вот как бы бесконечное предчувствие неприятности, невера в то, что Бог может все повернуть. Это была та проблема, которая была в пустыне, о которой нам рассказывают. И обратите внимание, во всех странствиях по пустыне люди шли за ковчегом, за божественным облаком и так далее, которые указывали дорогу. А те уже защищали это от всего. То же самое происходит с нами на протяжении всей нашей жизни, за всей нашей историей. Если мы идем за торой, если мы идем за духовным направлением, то мы обретаем различными способами защиту от всех опасностей. А если мы идем за материальным, получается все то же самое. Пустыня заводит, вы знаете куда. То есть нам все рассказали, нам все показали. Надо только вчитаться и поверить. Брахава от слаха.